Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале UATV. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Митрополита Эпифания Константинополь официально пригласил получить томас об автокефале. Вручать его будут 6 января в Стамбуле. Сегодня митрополит Киевский и всей Украины проведет первую литургию. Она будет проходить в столичном Михайловском соборе. Там находится корреспондент UATV Несса Занина. Доброе утро, коллега! Сколько людей собралось в Михайловском соборе и с каким настроением ждут литургию? Доброе утро, Тимофей! Я сейчас нахожусь в Михайловском соборе. Здесь в 7 утра уже была одна служба. Она вот-вот закончилась, буквально минут 10 назад. Люди разошлись немного отдохнуть, помолиться в Нефах. И в 10 часов утра, когда прибудет сюда Епифаний, сюда еще приедут много-много православных. Мы разговаривали со священниками. Они сказали, что люди здесь будут обязательно. На ступеньках собора к ним обратится Епифаний. Затем здесь начнется литургия и проповедь будет. Этим обычно заканчивается воскресное благослужение. Я хочу сказать, что Епифаний довольно молодой. Ему всего 39 лет. Вчера его избрали киевским и украинским, митрополитом киевским и всей Украины. И хочу сказать, что он сделал стремительную карьеру. Он учился в Афинском университете на философском факультете. Все знают греческий язык. Затем он приехал в Украину в 2013 году. Он возглавил администрацию киевского патриархата. Потом стал епископом. И вот вчера его на всеукраинском православном соборе избрали митрополитом киевской и всей Украины. И мы ждем сейчас в 10 часов утра службу. Мы остаемся здесь следить за событиями. Мы пообщаемся с православными и кто придет сюда. И потом расскажем об этом в своих следующих включениях или сюжетах. Спасибо, коллега. Ждем от тебя новой информации уже в следующем выпуске новостей. Я напомню, что корреспондент ЮЭТВ Инесса Занина из Михайловского собора рассказала о том, как в 10 часов утра по киевскому времени состоится литургия. Создание поместной православной церкви поздравило украинцев посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. Об этом дипведомство написало в Фейсбуке. Дипломаты подчеркнули, что поддерживает возможность всех украинцев самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию. В посольстве объединительный собор назвали историческим. И также поздравили митрополита Эпифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви. Один украинский военный погиб от пули снайпера-боевиков. Еще один армеец был ранен. 12 раз оккупанты открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе штаба Объединенных сил. Из минометов 120-го и 82-го калибров стреляли у крымского, гнутого и водяного. Гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие использовали возле Новомихайловки и Чермылыка. С начала суток российские наемники огонь не открывали. Считает себя военнопленным. Об этом заявил захваченный российскими силовиками член экипажа буксира Яна Капу Владимир Лисовой на встрече с адвокатом, сообщил Николай Полозов в Фейсбуке. Он координирует работу защиты украинцев. Встреча адвоката с военнопленным моряком проходила в кабинете следователя в московском СИЗО Лефортово. По словам защитника, моряк чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. В течение двух следующих недель все адвокаты смогут увидеться с военнопленными моряками. Украинские катера Бердянск, Никополь и буксир Яна Капу российские силовики захватили 25 ноября в районе Керченского пролива. В плену оказались все члены экипажей. «Мечтал, чтобы Олег Сенцов стоял с ним на одной сцене и отмечал возвращение к свободе», сказал заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Доуни на церемонии вручения специальной премии. Видео опубликовано на странице в Фейсбуке. «Мы должны говорить о тех, кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить», добавил Доуни. «Олег не сдастся, и наша киноакадемия поддерживает его. Его борьбу за свободу и демократические права. Мы с Олегом Сенцовым». 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных. Держал ее 145 дней. Прекратил из-за угрозы принудительного кормления. Украинского режиссера задержали в аннексированном России и Крыму в мае 2014 года. Приговорили к 20 годам колонии по сфабрикованному делу о терроризме. Один человек погиб. Десять травмированы в результате взрыва газа в одной из квартир многоэтажного дома в Вологде в России. В городе из-за этого ввели режим чрезвычайной ситуации. Около 90 человек эвакуировали из здания. Об этом заявили в местной полиции. Обломки повредили также припаркованные внизу автомобили. На месте работают спасатели и медики. В мэрии заявили, что только сегодня обещают начать разбирать обрушившиеся конструкции. 168 человек задержаны в результате протестов желтых жилетов во Франции. Чтобы обеспечить порядок в стране, мобилизировали 69 тысяч полицейских. На улице Парижа, по данным полиции, вышло около 3000 протестующих. Демонстрации во Франции продолжаются пятую неделю. Они стартовали 17 ноября из-за намерения властей повысить цены на топливо. За это время из-за паники и столкновений погибли 7 человек. Подробнее расскажет Анжела Лешко. Около получаса эти девушки молча стояли перед правоохранителями в Париже. Таким образом присоединившись к протестам желтых жилетов. Активистки пришли в красных плащах и с голой грудью, покрытой бронзовой краской. Их внешний вид – это образ Марианны, молодой девушки-символа Французской республики. 69 тысяч правоохранителей следят за порядком по всей стране. Из них 8 тысяч в Париже. Здесь мирные демонстрации снова переросли в столкновение. Полицейские перекрыли доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Протесты во Франции продолжаются пятую неделю. Стартовали они из-за повышения цен на топливо. После того, как правительство пошло на уступки, отказалось от увеличения налогов и заявило о повышении минимальной зарплаты на 100 евро, демонстрации все равно продолжились. В целом против реформ правительства и политики президента Эммануэля Макрона. Мы устали от того, что нам говорят о нехватке денег, когда при этом некоторые люди шикуют. Это больше не похоже на демократию. Они используют наши страховые взносы и всю систему в своих целях. У них есть дивиденды. Они сами не платят налоги. Хватит. По данным полиции Парижа, на акцию протеста в столице собралось менее трех тысяч человек. Две недели ранее их было несколько десятков тысяч. Тогда демонстранты поджигали автомобили и здания, разбивали витрины магазинов, кидали в правоохранителей камнями и бутылками и повредили триумфальную арку. Анжела Лешко, UATV. Титул чемпиона мира отстоял. Украинский боксер Артем Далакян защитил свой чемпионский пояс по версии WBA в наилегчайшем весе. Поединок против доминиканца Григорио Леброна он закончил досрочной победой в пятом раунде. В этом раунде Далакян трижды отправил соперника в нокдаун, после чего судья бой остановил. По правилам WBA три нокдауна в одном раунде приравниваются к нокауту в досрочной победе. Неплохой боксер, он жесткий, он тоже целился ударить меня, потому что он понимал, что по скорости он не веирует и шансов нет. И он хотел ударить меня. Но так же получилось, что я его быстрее ударил. Новогодний городок на Контрактовой площади. С сегодняшнего дня и до 20 января на столичном Подоле будет работать праздничная ярмарка. Посетители смогут покататься на снежной горке, а вскоре обустроят ледовый каток. На ярмарке можно вкусно поесть и послушать живую музыку. Открывал новогодний городок Святой Николай. Как это было, видел корреспондент ЮЭТВ Виталий Бакуменко. На улице Сагадачного аллея с арт-инсталляциями. Они сделаны по мотивам произведений украинской художницы Марии Примаченко. Прошлись, посмотрели, где какая красота, полюбовались. А дальше еще погуляем, то поедем домой. А что понравилось? Рисунки, модели, картины сделали. На площади лотки со снадобьями и новогодними подарками. Ангелина почти не выпускает половник с рук. Для гостей очень большой выбор Глинтвейна. И очень вкусная у нас кухня. Шашлычки, плов горяченький, колбаски. Еще хачапури. Мы сами печем, чтобы люди все видели. Очень вкусное. На сцене разогреваются музыканты, готовятся к параду оркестров. В праздничном шествии примут участие семь коллективов. Вы понимаете, в нашем почтенном возрасте, когда от жизни очень многого не приходится ожидать, надо создавать настроение сами себе. И мы этим занимаемся. Чудесная музыка, чудесные... Глинтвейн выпили. Да. Замечательные колбаски. Мы чувствуем себя в Германии. Вот мы подошли, купили колбаски. Я зажмурилась и решила, что мы в Германии. И от этого чувства восторга такое охватывает, такой позитив. Открывает новогодний городок Святой Николай. Он в сопровождении оркестров и праздничного парада объезжает площадь. Счастье, стабильность. Вера в то, что все будет как можно лучше. Родители с детьми присоединяются к праздничному параду и фотографируются с Святым Николаем. Видел, сфотографировался даже, да? Да? Да. Спросил за хорошее поведение, что подарит. Да, Егор? Да. Ну, очень весело, очень хорошо, празднично. Мы не пожалели о том, что выбрались. Еще на Контрактовой площади пройдет фестиваль ледяных скульптур. Виталий Бакуменко, Антон Куница, UATV. Ну и на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua вы всегда найдете актуальную информацию о важных событиях в Украине и мире. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok